Итак, по итогам марта текущего года темпы роста инфляции во Франции снизились, ура, с рекордных 7,3% в феврале до 6,6% на сегодня. Увеличение потребительских цен в европейской стране замедлилось, впервые за три месяца на фоне падения биржевой стоимости энергетических ресурсов, радостно сообщает агентство Bloomberg. Типа, вот так тебе Путин? Думал, Гасконь просто так сдастся что ли? Правда, по предварительным подсчетам Национального института статистики и экономических исследований Франции, в марте Росцен должен был все-таки замедлиться куда как больше, до 5-6% в годовом исчислении. Однако не случилось на самом деле главное, а уже никто и вопросов-то не задает, заметьте, с чего все началось? Почему, собственно, инфляция бьет рекорды в старом свете, кто виноват и что делать? Тем более, что виноват, разумеется, ну Путин, это гадалки не ходи, а делать, конечно, надо еще больше раздавать, кому попало денег и вооружение, посылать сигналы в Кремль и грозить пальчиком в сторону Москвы. Правда, уже больше года не помогает, однако кто сказал, что будет легко? Причем вы не поверите, теперь заодно президента России обвиняют уже и в кипише в Пятой Республике, и в том, что народ требует индексации зарплат и даже, что мусор из Парижа надо бы вывозить, ладно там каждый день, но хотя бы раз в месяц. Однако скажут, скажут, конечно, что все это кремлевская пропаганда. Еще больше веселых подробностей, как обычно, через пару секунд. Друзья, скоро уже год, как мы работаем для вас без полноценной монетизации, ведь она отключена для России. Поэтому ваша помощь крайне важна, и даже 50 рублей, когда вас много, позволяют нам, напомним, каждый день радовать вас новостями. Кстати, для неравнодушных граждан из других государств теперь доступна опция спонсорства. Надо просто нажать нужную кнопочку, ее вы увидите на экране, а номер карты есть в описании к этому ролику. Заранее вам огромное спасибо, вы не бросили нас в 2022 году, не бросайте и теперь. Вместе победим! Итак, еще недавно товарищ Макрон комментировал любые претензии народа в других странах к своим правительствам, разумеется, как проявление демократии. Но стоило начать бузить жителям самой Пятой Республики, как товарищ французский президент тут же начал волынку, что, мол, толпа не может ничего решать за все государство. Где вы, как говорится, ходили, месье президент, такой весь умный, когда, ну и дальше список вы знаете стран, где западные товарищи так поддерживали демократию, что теперь есть нечего. Впрочем, если вы думаете, что такие заявления делает только лидер Франции, вас ждет сюрприз. Так на местном ТВ аналоги хоть шоу Владимира Соловьева, хоть Андрея Норкина, выбирайте по вкусу. Генерал Доминик Тринкван так и сказал, «Наше население слушает Путина, и ему нравятся его речи. Президент России говорит о цивилизационном аспекте противостояния его страны и Запада. Надо признать, что многим по душе разговоры российского лидера о защите традиционных ценностей. Однако дальше было больше». Еще цитата. «Пропаганда работы чрезвычайно эффективного Франции. Путин хочет повлиять на мнение населения через тех французских политиков, кто его поддерживает. Дает им поводы. Он атакует нашу решимость. Причем, не думайте, что дело только в военных. Вот еще Изабель Лассер, журналист газеты Фигара, радует зрителей телеканала LCI. Путин хочет настроить население против правительства, ослабить Францию и Евросоюз. Но есть другой аспект послания президента Путина, который словно заявляет, «Россия – это страна, где царит порядок. Она выступает против загнивающего Запада, против декаданства, особенно в том, что касается обычаев, традиций». Короче, вы уже поняли. Демократия в опасности и дайте срок. Чем будет хуже дела в Пятой Республике, тем больше на местном телевидении, которое вряд ли победит холодильник. Это уже видно. Будет больше рассказов, какой Путин плохой. Правда, напомним, местный министр финансов Брюнелле мэр победил Кремль еще год назад. Но кто теперь на Западе вспоминает такие мелочи? Ведь это точно не конец истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова